Короткие заголовки рулят? Короткие заголовки рулят только в одном случае, если они цепляющие. Вот вы должны делать цепляющий взгляд заголовок. Вот короткий он, длинный, вообще по барабану, да? Вот просто, да? Смотрите, и вы должны экспериментировать. Какого-то одного плана, одного рецепта для всех нет. Но цепляющий заголовок не должен быть желтушным. Я категорически против, потому что вы тогда людей развращаете, и они от вас ждут какой-то желтушности. Например, я видел каналы, которые были очень крутые каналы, потом они начали проводить там каждую субботу конкурс с призами. И люди не смотрели канал уже как есть, они просто приходили в субботу в надежде на халяву. И потом, когда они отменили из-за того, что конвертия была только на субботние стримы с призами, они отменили эти самые призы, конкурсы и потеряли аудиторию, потому что уже аудитории канала перестал быть интересен на слово вообще, да? Поэтому ваши заголовки должны быть цепляющие, да? Мы делали большой стрим, посмотрите его, он есть там у нас в школе видеоблогеров, как сейчас заголовки там, да? Прям правила там заголовков, да? Они должны быть цепляющие, внимание цеплять, и быть правдивыми. Потому что если вы в своем видео напишите там сто, вот представляем, да? У меня есть видео, называется «Сто идей». Вот мы вчера делали видео, стрим «Сто идей для женских каналов». Посмотрите, тоже интересный стрим, да? Но если я в этом стриме дам не сто идей, да? А десять, а скажу, хотите девяносто идей, то купите у нас курс, либо там то, либо то. Это называется обман, либо ввод в заблуждение. И это не цепляющий заголовок, а это называется крикдейтинг заголовок. То есть он, люди нажимают, и это мы обманываем людей. Там конверсия тоже есть, то есть кто-то купит курс, да? Но большинство, она будет маленькая. Поэтому вы должны писать интересные заголовки для вашей аудитории. Помните, мы позавчера делали стрим, где разбирали, что у вас должна быть аудитория целевая. На этой аудитории целевой вы должны понять, что для них интересно. И это умещать. У вас есть в вашем заголовке. Вам YouTube дает сто символов. Мы рекомендуем все сто символов заполнять, но при этом у вас есть семьдесят символов. Они самые важные. А тридцать символов можно поставить сюда ключевые, но интегрировав их. Например, да? Сто идей для женских каналов. Семдесят, да? Узнай и начинай делать свой канал. Все. Короткий заголовок сюда. Он бы тоже завлил там, да? Узнай сто идей для женских каналов. Или там, девушка, хочешь сделать канал? Вот тебе сто идей. Короткие заголовки, да? Такие, ну, кликабельные. Но без обмана. И поэтому здесь рулят не короткие заголовки, а цепляющие. У вас должно быть понимание цепляющих заголовок, цепляющий взгляд. Как это работает? Вы смотрите чей-то ролик, вот здесь. А в этом у вас идет, допустим, еще ролики, рекомендованные вам Ютубом, правильно? И обратите внимание на какой. То есть вы по-любому из этой череды роликов обратите внимание на какой-то. И именно потому, что это был цепляющий, он вас зацепил в заголовок этот, да? А если еще к заголовку еще интересная картинка, то это CTR обложки хорошей, это профит. Проанализируйте то, что делают. Я всегда рекомендую подписывайтесь на конкурентов. Смотрите конкурентов. Это не… Вот меня поражают люди, которые говорят, а чего-то я буду на конкурентов подписываться. Я ждал просмотров лишних там, да, там, причем полный. Я говорю, да ладно. Смотрите, вы должны быть лучше, чем ваши конкуренты, да? Но, если вы не анализируете ваших конкурентов, то что вы тут делаете вообще? Посмотрите, какие у них заголовки, сделайте лучше. Посмотрите, какие у них обложки, сделайте лучше. У них нет субтитров, сделайте субтитры. У них плохое описание, сделайте описание. Плохие теги, сделайте теги. У них нерегулярный выход контента, сделайте регулярный выход контента, да? Ваш заголовок вашего видео можно допиливать бесконечно. Все всегда можно улучшить. Не слушайте никого, кто говорит, если я поменяю заголовок, то у меня там упадут, показаться не упадут.